24-го началась война, как и все, наверное, я побежал сразу с машиной на заправку, простоял в очереди, чтобы заправиться, а далее я уже как вывез семью, получается, в безопасность, а не в Польшу, в Польше, ну и вернулся, как говорится, домой. Хотел сделать приятное супруге, отснять хороший материал, в плане, вот, хозяйки нет дома, оно будет все классно, я поубираю, ну, типа, все будет хорошо, не переживай, дом будет в надежных руках. Начал пылесосить, такое убирать на таком поднятом настроении, потому что, ну, понятно, штука только посыпана, там такое, хотелось убрать, чтобы все было красиво, чистенько, ну, и поубирал немного, и, знаете, меня, как сам Бог, отводило двух комнат, и оно сыграло большую роль. Почему? Потому что, действительно, я зашел в ванну, начал пылесосить, и это, наверное, был самый безопасный на тот момент угол, после которого ракета приземлилась и снесла дома. Ну, мой и соседний вообще в ноль. Просто понял, что бах, падает крыша на голову, и я уже лежу. Ну, уже там начал, как говорится, сразу моргать, понимать, что я вижу, потом продолжался так конкретно, осмотрел, руки-ноги двигаются, и уже начал двигаться. Ну, и мне тут тоже Бог, опять же, все положил на ум. Была трезвость, понятие, четкость действий, то есть я знал, куда мне идти, ну, или куда лезть, что откидывать, что по дороге взять, где обуза даже нашел. Ну, ну, на шоковом состоянии собрал все, что мог, и сразу набрал, опять же, того, кто меня привез, это Олега. Буквально в одиннадцать годин звонит Игорь и говорит, забери меня, я вилазью из-под завалив. Я, конечно, ну, зрозумів, что что-то стало страшное. Сев в машину и помолился, потому что было страшно, потому что, не дай Бог, еще что-то прилетит. Ну, слава Богу, его трошки вывезли из этого района обстрілу до найближчого блокпоста, и оттуда я его уже и забрал. Отвез меня Вишневый, я покупался, выняли сразу то, что заметили со спины, осколок выняли. Через часа полтора я немного уже отошел, говорю, что что посмотреть там, может быть, получится что-то быстро спаси хотя бы свящей или что, но уже приехал и понимал, что выгорело все, и спасать нечего. Все долучились до помощи Игоря, оттолкнулись на его беду финансово, скинулись домашкой, служители, все участвовали. Это показывает единство нашей церкви, то, что мы действительно брати и сестры. Каждому благодарен отдельно, и пообедать, и по завтракать приглашают, и помыться, постираться, позашить, что угодно. В общем, в этом плане классно все. Спасибо каждому из них. Я так понимаю, что это испытание было для меня дано не просто так, оно было запланировано Богом, и я должен был через это пройти, видимо, потому что все четко, я анализируя сейчас, я понимаю, что были эти действия, шаги, которые сопутствовали моему выживанию. Ну, уже случилось то, что случилось, а мне надо жить, жить не просто так, видно, потому что планы какие-то Бог на меня имеет определенные, и я не должен подвести ни себя, ни других, естественно. И вот это меня укрепляет, и понимаю, что у меня есть семья, которую мне тоже надо поднимать, дочь и воспитывать, и у нее остался, как говорится, отец живой, и надо прилагать к этому усилия и не подвести. Так что я очень благодарен Богу за это, что я остался жив, моя семья безопасности, их не было рядом, это самое главное, потому что я не понимаю, что бы было с ними, если бы в доме находились еще они, и как бы я это переживал вообще.